друзья я вас всех приветствую это микаэл рашидов вот я вам хочу показать сегодня 8 цех он был создан вот наш наш гид это как называется цех торпедно-испытательный завод который был построен вот увидите вот такой механизм 30 лет до проработал вот отсюда спускали торпеды и запускали вот сверху наблюдали инженеры очень-очень такое мистическое место я вам покажу снаружи снаружи и мы наверх тоже поднимемся вот друзья здесь у нас была электростанция вот такая вот здесь ну конечно будет вонять ручек здесь какой-то у нас а вот поднимаешь как бы включаешь до сеть вот такая вот электростанция вот такое вот место друзья который питал все эти пять тысяч квадрат вот на случай если кабель был не скажем то здесь стоял очень большой генератор который это все обеспечил чтобы идем дальше идем выше по лестнице итак друзья вот майя ортодонт отмечу так друзья мы поднялись на второй этаж наш уважаемый смотровая здесь находились сторожа охраны вот там инженеры у нас все регулировали вот такое интересное место там еще внутри были интересные места друзья если меня плохо слышно петличек с собой я не взял поэтому прошу прощения так друзья вот заметил вот такое интересное место наш гид говорит то что это было спальня спальня да это было как бы для работников для работников и да 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 очень интересная миссия очень впечатлен мне кажется очень большую пользу приносил нашей стране великой очень очень впечатлен нахождением такого места друзья будем идти дальше мы идем получается это уже другая часть смотровой зоны здесь тоже находилась вот у нас место вышка где наши инженеры следили как торпеды запускались вышка инженерная надеюсь наш гид пустит нас туда наверх показать вам какой вид оттуда по моему здесь очень такое непростое препятствия мы реально как как форт боярде да да друзья я являюсь керамистом зубным техником поэтому а вот это место конечно это вообще кайф да ну это вообще комната сюда еще такое панорамное окно поставить итак друзья идем дальше похоже на лабораторию зуботехническую здесь очень опасно я считаю представляете можно туда наступить и реально упасть это у нас было место что за куда нет 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 там как бы здесь здесь у нас паркет он падает как может провалиться здесь у нас котельная нашего цеха конечно друзья вид аж мурашки страшновато страшновато смотрится это все когда смотришь своими глазами очень интересное место друзья можете писать комментарии я вам подскажу контакты я вам подскажу контакты нашего гида чтоб сопроводили вас и показали это место прекрасно так друзья поднимаемся все выше каждое помещение интересно арсен это у нас тоже спальня это у нас столовая это у нас получается с 1937 года вот эта печь осталась вот таком виде одна наша столовая здесь они жили готовили для работников торпедных ракет сейчас мы будем подниматься еще выше поднимайся дает конец немного сломаны аккуратнее вот такая вот красота у нас поднимемся выше завор как тебе место действительно даже вы знаете что самое интересное я живу вот там вот рядом уже 33 года и ни разу я как-то не думал даже залезть очень впечатлен честно говоря уже 33 года живу вот там рядом у моря прям да и да я даже не думал я только сдалека видел эту маленькую точку здание здесь атак очень интересное место знаете друзья очень жаль что забросили вот такое здание уже как бы списали со счетов мне кажется прекрасная идея было бы создать здесь что-то турист связанное с туризмом хотя в таком виде в каком она есть она больше интереснее кажется просто создать безопасность для туристов здесь можно легко упасть здесь можно легко упасть повредить что-нибудь там много ржавых всяких штырков ну тем она и прекрасно что опасно итак друзья начну объясню с самого начала для чего вообще создан был вот этот цех в 1937 году он ровно работал 30 лет его в 1967 списали уже уже полностью уже после Великой Отечественной войны покажи и здесь в общем нас изготавливали вот мы сидим на крыше мы сидим на крыше сейчас столовой этого цеха здесь люди жили работали вокруг здесь нету суши здесь полностью мы прям в середине почти Каспийского моря она служила изготовлением производства торпедных ракет для подводных лодок вот там на вышке у нас сидели инженеры как бы чертили сертижи ракет да вот как они должны работать и стали самые главные люди у нас да здесь были в этом торпедном цеху да как правильно сказал и вот в общем то он служил вот для этого затем его уже использовали как мишин наши же военные силы как я правильно понял нашего гида там есть большие дырки даже стреляли да по этому цеху реально как мишень использовали ну и все мы уже будем отсюда открывать я вам покажу его вокруг здесь очень красиво и 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 그 и и Бонус системы. Салют. Итак, друзья, вот наш великолепный цех торпедный. Вот, собственно, отсюда ракеты выходили, где я вам показывал. Вот, молодец, настоящий патриот. Вот. На камеру, на камеру. Хорош. Вообще кайф. Вперед! Хорош. 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 Кайф. Итак, друзья, вот наш, собственно, мы уезжаем. Ну, я заканчиваю нашу видеосъемку, так как телефон может у меня уже улететь. Так что, всем пока. Вот, друзья, приплыл на берег. Вот наш 8-й цех. Замечательный. Вот так он красиво выглядит со стороны. Так что, приезжайте, это очень интересный такой заплывчик у нас получился. Вот так вот. Вот так вот.